ребят привет это первое видео из серии видео проекта gf430 краткая предыстория поздней осенью евгений породников наш руководитель отдела продаж попал в дтп не по своей вине дед мопед выворачивал через сплошную и жека на полном ходу на 60 70 километров просто въехал ему в морду в бочину там уже не знаю как получилось сейчас мы посмотрим там было целое интервью у него и вообще чрезвычайное происшествие приезжала на это дтп в общем как видно будет по видео машина практически total и наверное даже восстановлению не подлежат как говорили многие эксперты мы посчитали примера запчасти и просто восстановить морду джесса стоило бы 200 плюс и решили посчитав эти запчасти решили привести джесса праворукова забрать с него запчасти все которые подойдут заказ до заказать что-то то чего-нибудь праворуком джесси и остальное продать остальное это все что останется то есть это задняя часть какая-то ходовка там и прочее прочее лобовуху можно продать потому что она с левого руля не подходит к правому рулю но и соответственно наоборот вот поэтому давайте посмотрим репортаж и поймем насколько жека попал учетное дорожно-транспортное происшествие случилось на океанском проспекте одного водителя забрала скорая помощь lexus gx 450 развороченная морда погнуты диски выстрелившие подушки безопасности смят капот разбиты фары повреждены стекла и куча мелких запчастей на проезжей части короче как выразились сотрудники полиции аварийные комиссары автомобиль под списание свежая машинка перестала существовать после нарушения пдд водителем более бюджетного авто тойоты пробокс последний кстати сейчас в больнице мужчину с травмами различной степени тяжести забрала карета скорой водитель лексуса на месте пребывает в шоковом состоянии но цел помог пристегнутый ремень и сработавшие подушки безопасности иначе как выразился молодой человек ехал бы в больницу вместе со своим оппонентом я поднимался с первой речки там где в лазер по правой полосе вот уважаемый водитель тойота пробокс решил повернуть через сплошную линию ну и не пропустил меня собственно я в него въехал в левый правый передний угол вот и все это его не с поворота вынесло то есть он вот здесь на двойной сплошной так и разворачивался да он хотел развернуть через сплошную линию но по крайней мере так видно по расположению машины скорость у вас большая была где-то 55-60 реагировать как-то ну успели затормозить что-то сделать но я начал тормозить но сами видите я вас понял мужчину скорая забрала да да увезли на скорой в каком состоянии он был говорят ребра перелома а вот вообще ну не знаю там попробовали с ними разговаривать трезво не трезво он ну скажем так в шоке ничего не может сказать почему водитель тойоты пробокс решил развернуться почему решил это сделать через две сплошных и почему не пропустил авто имевшее преимущество все эти вопросы останутся пока без ответа ведь единственный кто может пролить свет на эту аварию в больнице пробокс восстановлению также не подлежит точнее сделать можно но целесообразность при столь сильных деформациях на первом плане после составления схемы на место вызовут эвакуационную службу а затем и сотрудников мчс с дороги необходимо смыть горючий снаночные материалы ведь проезжая часть на повороте стала очень скользкой так ну что ребят давайте посмотрим что у нас за лексус это gs 430 который идет на моторе 3u z это 4 и 3 который ставился также в маджест и в целосиоры gs и легенда бегает много очень мощный мотор надежный стоят они в хорошем состоянии без пробега где-то в районе 90 тысяч они стоят какие-то может быть там сильно будет в районе там 40 50 тысяч вот поэтому будем мотор также вытряхивать а старый будем продавать вот у старого порядка пробег 200 плюс вот у этого 125 тысяч давайте сначала посмотрим я вот выставил lexus gs 430 без документов по так а где мы а все города до смотрите грубо говоря вот продаются конструкторы вот такой вот черный 2006 года 350 370 вот 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 конструктором 3u z 280 лошадей 6 отеля ля 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 тополя вот да у нас примерно вот такой же кит колес позорный кожаный хорош праворуки gs в общем порядок цене 350 так давай распилов нету кстати говоря на запчасти их нету только конструкторы так мы купили вот он купили мы на самом деле давненько 23 01 просто почему-то что-то в голову сразу не пришло то что можно показать людям хороший проект как мы восстанавливаем один gs другим gs ну в общем что как бы машина уже здесь машина уже почти растаможена и тут нам приходит в голову что мы покажем это людям вот поэтому немного не самые свежие новости ну ладно окей будем исходить из того когда мы подошли к этой идее смотрите вот такой вот жест торговался 125 тысяч пробег 35 оценка так 2006 год черный на штатных колесах за салон b за кузов b то есть ну в принципе очень хорошая машина такой вот аукционе какие-то овощи мелкие недочеты резина 5 салон нормальный кожа еще вот прям какая она и должна быть в те времена продувы вроде бы были джейси так 267 267 сейчас посмотрим сколько он выходит распилом по сегодняшним курсом так 267 тысяч распил легкого не нужно 314 тысяч рублей он выходит распила но без нашей комиссии грубо говоря 300 тысяч рублей выходит этот распил евгению так давайте посмотрим уже были фотки конечно же такой вот джейсик блестит вообще лак прям конечно вы посмотрите обратите внимание на состояние кожи вообще жалко конечно вообще по хорошему весь бы салон поменять но он праворукий а у нас леворуки то есть сидушки не подходят торпеда не подходит вообще по салону очень мало получится чего-то взять ок это ручку а ккп там руль там вот колеса конечно вот штатные но они очень стильная так регулировка стояк до продувы есть аукционе к два ключа чем вот такой вот автомобиль подкапотка чистая хорошая багажник еще раз нищая состояние сидений мне очень нравится татата 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 color 212 3 узет фе 280 лошадей вот в общем ну что 300 тысяч рублей посмотрим поменяем коробку поменяем мотор поменяем вообще возьмем все что подходит очень много детали не подходит аккумулятор стоит не с той стороны в общем на самом деле это будет очень кропотливая работа тут нужно выбрать людей которые будут этим всем заниматься которые желательно вообще занимались либо свапом либо перекидывали с одной машины все в другую ну то есть у них есть опыт реализации подобных проектов вот в общем нужно выбрать выбрать толковых людей не знаю короче что из этого получится вообще будет ли выгода но приняли такое решение вот поэтому ребят рекомендую вам следить за этим потому что это реально очень интересно и мы будем показывать все скоро мы будем вывозить его из порта ждите видео также внимательно посмотрим разбитую машину будет ее поднимать грузить на эвакуатор за 7 все снизу сбоку под капотку в общем машина простоя почти всю зиму на стоянке вот в общем за каждое движение мы будем постоянно снимать новую серию постоянно приезжать механиком снимать что делать спрашивать у механиков что подходит что нет какие запчасти не подходит бум их заказывать где подешевле можно найти запчасти на вот таких джейсов каких-то у которых левый руль вот и вообще где искать запчасти потому что эти машины очень дорогие в разбор у них капот по 12 тысяч просто капот под покраску 12 рублей той дороже лобовуха лобовуха не подходит с правого руля на левый руль не подходит в общем куча нюансов поэтому кому интересен вообще опыт по восстановлению леворукой тачки праворукими запчастями в общем ну что жду вас в комментариях напишите что нибудь вообще с чем мы столкнемся с каким геморроем будет интересно задайте вопросы пишите свои мысли будет интересно пообщаться почитать в общем проект gs430 открыт ребят в этом видео мы должны найти правду реально ли выгодно вести распила и его запчастями восстанавливать свой какой-то сгоревший автомобиль после дтп серьезного просто уставший автомобиль мы нашим клиентам постоянно рекомендуем покупать автомобили распилом дербанить их на запчасти что-то что не получится себе поставить просто продать и отбить часть распила в общем в этом видео мы найдем правду и на своей шкуре проверим реально ли это выгодно а здесь еще и вдвойне интереснее здесь у нас леворуке gs и мы его будем восстанавливать запчастями с праворукова что-то будет не подходить электрика мотор коробка все ли одно либо не одно потому что лобовуха стопудово не подходит аккумулятор с другой стороны электрика от праворукова насколько я знаю не подходит на леворуке в общем будет интересно будем снимать очень много видео и не забудьте подписаться поставить лайк и следите за нашим проектом погнали пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля